МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Раз кирпич, два кирпича. Развитие строительной отрасли в Чувашии обсудили сегодня в Доме правительства. На главой площади страны чебоксарка Софья Морозова получила паспорт из рук президента России. Без хмеляя название, у чебоксар будет новый герб. Покупают ли жители Чувашии квартиры? И как вообще обстоят дела у строительных компаний? Об этом сегодня говорили в Доме правительства. Строительная отрасль – один из ключевых двигателей экономики. И чтобы он продолжал работать, приходится подливать топливо. Уже введен электронный документ и оборот. Постепенно убираются так называемые административные барьеры. Принятые меры позволили сократить предельные сроки получения решения на решительную документацию на строительство жилого дома по 14 дней до 81. Это порядка 11 процедур на солнечной улице. Мы сегодня максимально обеспечили себя, строительную отрасль, всеми теми строительными материалами, которые отвечают современным требованиям. Это вопросы безопасности, вопросы, прежде всего, качества, вопросы энергосбережения. И наша задача дальше поэтапно вот так работу проводить, соответственно, и строить большее жилье экономикласса для того, чтобы люди среднего класса могли приобретать данное жилье. Проблема как раз в том, что приобретать жилье население не торопится. То ли кризис, то ли ожидание, что цены упадут еще. Но как результат замедления темпов строительства? В 2016 году на 20 процентов меньше, чем в 2015. В этом году пока на 2 процента меньше, чем в прошлом. Положение непростое. Мы все эти годы работали над тем, чтобы создать новые площадки. Работали над тем, чтобы расширить предложение. Осваиваются 16 микрорайонов. Потенциал 4,5-5 миллионов квадратных метров. То есть был бы спрос. Достройщики, считаю, могли бы строить, продавать. Из хороших новостей. В плюс должны сработать в следующем году. Михаил Игнатьев также поручил руководству Чебоксар держать на контроле ситуацию с долевым строительством. Деньги граждан, которые решились вложить в строительство, не должны пропасть. Ольга Пыречкина, Сергей Адушкин. Республика. Сегодня же министр строительства Владимир Михайлов проверил, как в Чебоксарах реализуется программа переселения граждан из аварийного жилья. Четвертый заключительный этап должен быть завершен к 1 сентября. Успеют ли строители сдать дома вовремя в нашем сюжете. Улица Парижской коммунной. Именно здесь поселятся переселенцы из аварийного жилья. 9 этажей, 242 квартиры и сроки. Всего 5 месяцев. Строители работают в две смены без выходных и праздников. Сейчас подняли два этажа и начали внутренние работы. Еще один дом по улице Ленинского комсомола. Очередной рекордсмен по срокам строительства. Стройка номер один, так скажем, на контроле ежедневно и у всех служб наших по группе компаний «Строй сферы». Потому что в такие сжатые сроки, конечно, надо умудриться достроить его. Подрядчики обещают, качество жилья не пострадает. Всего в Чебоксарах по этой программе возводят 5 многоквартирных домов. Потребность большая, ведь в столице Чувашии проживает более 80% переселенцев. Это почти 3000 человек. В заключительный, четвертый этап, попали еще 7 муниципалитетов. Это Шумерля, а также Чебоксарский, Канажский, Козловский, Комсомольский, Ядринский и Шумерлинский районы. В районах обстановка у нас, на самом деле, сегодня относительно, скажем так, благоприятная в плане реализации данного проекта. Есть определенные моменты по Шумерлинскому району. В любом случае, здесь мы работаем, идем с муниципалитетом, отработаем, думаю, что к 1 сентября все люди, которые переселяются из аварийно-жилищного фонда в Шумерлинский район, они переселятся в новые благоустроенные квартиры и помещения. Татьяна Леонтьева, Мальвина Петрова, Расиль Мухаммедов, Республика. Необычные космические формы или подражание природе, новые материалы или возвращение к дереву. Итальянский архитектор Марио Кучинелло рассказал российским коллегам, каким он видит современные здания. Слушала лекцию и Ольга Пырочкина. Как вы представляете себе архитектуру будущего? Думаю, большинство скажет, небоскребы космических форм. Если задать этот же вопрос архитекторам, многие ответят наоборот. Здания должны быть продолжением природы, подчеркивает существующий ландшафт естественной формы, флору. Такое мнение, например, у Марио Кучинелло, девиз его мастерской, можно сформулировать так. В архитектуре главное – экологичность и социально ответственный подход. Он считает, необходимо строить здание с практически нулевым потреблением энергии. Мы спроектировали вот эту башню центральную в составе комплекса, в котором также пошли по необычному пути. Она прозрачна со всех сторон. Это башня. Для того, чтобы реализовать такого рода объект, надо очень понимать хорошо, каким образом водействует солнечный свет на эту башню. Даже архитектура для самых маленьких может соответствовать этому принципу. Это ясли в итальянском городе Гвастало. Никаких мультяшных персонажей и разноцветия. Вместо этого – система из деревянных рёбер. Воспитанники, как в сказке про Пиноккио, где главный герой путешествует в чреве кита. Таким образом, здание само становится частью игры. Кроме того, работает естественная вентиляция, грамотно используется энергия солнца. Полностью из дерева проект с очень простой техникой, с крайне низким, почти нулевым энергопотреблением. Здесь есть система сбора дождевой воды, переработки отработанной воды. И причём ребёнок с самого раннего возраста, двух-трёх лет, наблюдает за всеми этими процессами. Казалось бы, где Италия и где Чувашия. Разные финансовые возможности, архитектурные школы и, в конце концов, климат. Мы сейчас, к сожалению, перестали даже в проектах фантазировать, делать какие-то открытые террасы, которые можно было там, ну, использовать кровлю, предположим. Ну, не знаю почему, возможно, вопрос в эксплуатации возникает, наверное. Впрочем, некоторые принципы и технологии можно использовать и у нас. Использование переработанной воды, дождевой воды, например, тоже, как бы, ну, такая система, которая, ну, довольно сейчас неплохо развивается. Собирается с кровлей вода и она, как бы, переливается в определённый контейнер, где происходит переработка этой воды. Вливание экологии в, скажем так, в нашу архитектуру, то есть это достаточно очень здорово выглядит. Даже вот если посмотреть в Италии дома, которые полностью отделены, то есть фасады отделены, я думаю, в Чебоксарах бы это смотрелось тоже очень хорошо. Это вообще не отдалённое будущее, технологии все известны, специалисты есть, которые применяют какие-то подобные решения. И даже в нашем проектном институте есть архитекторы, которые готовы работать в этом направлении. Другое дело застройщики, которых нужно убедить в этом. Специалисты уверены, так называемая экологическая архитектура придёт в наш город. Это только вопрос времени и работы с инвесторами. Ну а пока можно фантазировать. Это абсолютно бесплатно. Ольга Пырычкина, Сергей Адушкин, Республика. Славься, страна, мы гордимся тобой. Чувашия, как и остальные регионы, отметила День России. Впервые в истории празднования в Чебоксарах прошёл парад народов. Как это было в нашем сюжете. Элла Беглариан, студентка Кооперативного института. Её мама русская, папа армянин. Родилась Элла в Армении, а учиться приехала в Чебоксары. Больше всего мне нравится здесь учиться. Город и люди очень хорошие и гостеприимные. Элла, как и десятки представителей других национальностей, пришла сегодня, чтобы принять участие в параде народов. Он прошёл в 30 с лишним городах России, в том числе и в Чебоксарах. В прошлом году создали ассамблеи народов Чувашии. Планомерно, более активная жизнь пошла. Дружба, скажем, национально-культурных автономий. И больше друг друга начали узнавать, это правильно. Национальные традиции и творчество – неиссякаемый источник, который питает огромную реку российской культуры. И пусть некоторые союзные республики стали сегодня отдельными государствами, мы по-прежнему интересны и близки друг к другу. Мы хотели поздравить всех российских граждан, иностранцев, и дружбу народу. День России, День Дружбы Народ. А вот с праздником всем. Как вам живёт в России? Мы очень хорошо, даже очень хорошо. Университет хороший, здесь народ хороший, тихо, спокойно. Хочу сказать, что этот день объединяет нас всех. Это самый важный день в нашей жизни, потому что мы только можем единственно жить, дружбе и согласии, и созидать. И тем самым обеспечить стабильность нашей многонациональной Российской Федерации. В большой российской семье проживают сегодня представители почти 200 народов и этнических групп. В Чувашии чуть меньше, около 130. Все они считают 12 июня своим праздником. Днём, когда особенно отчётливо понимаешь, главное, что мы можем сделать для нашей Родины, это любить её и беречь нашу дружбу. Чтобы Российской Федерацией все страны считались. Чтобы российские граждане чувствовали мощь нашей любимой страны. Чтобы наши и воздушные пространства, и водные пространства, и границы надёжно охранялись. И каждый человек, каждая семья сегодня уверена завтрашем дня. История России – это судьба людей, это летопись подвигов, жертвенности, пример стойкости, сплочённости, силу духа, трудолюбия и таланта русского народа. Мы гордимся тем, что именно Россия подарила миру великие имена, шедевры искусства и культуры, величайшие научные открытия. 12 июня 2017 года стал особенным днём для девятерых чебоксарцев. Им вручили паспорта граждан Российской Федерации. Конечно же, вручение главного документа на главной сцене Голио – это большая ответственность. На главной сцене праздника прошёл и всероссийский флэш-моб «Русь танцевальная-2017». Творческие коллективы ещё раз продемонстрировали, насколько неиссякаема тема любви к родине и как богата и разнообразна наша культура. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, «Республика». А ученица 53-й школы Чебоксар получила паспорт из рук президента страны. Каждый год в День России Владимир Путин вручает первые документы юным гражданам, которые отличились в учёбе, одержали победы в Олимпиадах, а также совершили героический поступок. Софья Морозова заняла первое место в конкурсе «Мы, граждане России» и стала серебряным призёром на Кубке мира Международной танцевальной олимпиады. Девушка учится в кадетском классе. И столь высокий результат моего ежедневного труда будет всегда подталкивать меня на более высокие результаты. С праздником вас! С Днём России! Для вновь испечённых обладателей паспортов Владимир Путин провёл экскурсию по Кремлю и даже показал свой рабочий кабинет. Так президент отреагировал на просьбу одного из участников церемонии. Во многих районах республики в минувшие выходные прошёл традиционный окатуй. Аграрии завершили весенний сев в отведённые сроки. Теперь первостепенная задача – сохранить урожай. Ну а пока есть возможность подвести первые итоги. Глава республики поздравил жителей трёх муниципалитетов. Подробности у Дмитрия Ковалёва. Ансамбль из села Шигурданы для своего репертуара собирает песни на двух языках. Праздник песни и труда для этого района тот самый случай, когда культура разных народов сливается воедино. На Солнечной Поляне с исторической достоверностью воссоздают старинные обряды. Раньше из конопля нитку делали, после нитки ткали, после дёргали вот это, крепкие или нет. Замуж можно с этим тканью выходить или нет. Как отмечают национальные праздники в республике, всегда мечтал увидеть предприниматель из Турции Ильяс Яльчин. Гость из-за рубежа решил провести свой отпуск в Батырево, а заодно и поучить язык. У Чуваши и Турков прямая историческая связь. Я впервые приехал в республику и, признаться, был поражён национальным праздником Агадуй. Мне будет, что рассказать друзьям. Праздник песни и труда в Батырево встретились с достойными результатами. Весеннюю страду муниципалитет завершил в срок. Аграрии района продолжают осваивать залежные земли и реализовывать инвестиционные проекты. Наш район обладает огромным потенциалом для дальнейшего успешного развития. Здесь живут трудолюбивые люди, которые дорожат добрыми традициями родного края. Сегодня перед аграриями района стоит основная задача. Не замедляя набранных темпов, обеспечить своевременный и качественный уход за посевами. Агадуй в Яльчиках сопровождался оконными скачками и шоу парашютистов. Не обошлось и без выставки народных промыслов. Картины, игрушки из фарфора и музыкальные инструменты местные мастера изготовили своими руками. Героев праздника чествовали на сцене. Благодарности, дипломы, почетные грамоты, список награжденных большой. Заслуженным работником сельского хозяйства стала заведующая фермой кооператива «Комбайн». Здесь Мария Осипова трудится более 40 лет. У нас ферма работает очень хорошо. Даже можно сказать, привесы приличные. Выполняем план. Среднесуточный привес 90 грамм. Успехи местных жителей позволили муниципалитету занять первое место в республиканском конкурсе инвестиционной привлекательности. Яльчики получили грант главы региона на развитие проектов. Сумма премии 15 миллионов рублей. Депутаты решат, куда это направить. Так что хочется вам пожелать дальнейших успехов. Яльский район эффективно управляет общественными финансами. Это комплексная оценка соответствующих экспертов, специалистов, общественных организаций, общественных институтов. Общественными финансами эффективно управляет и Маргаушский район. По итогам всероссийского конкурса муниципалитет занял второе место. Глава региона наградил передовиков и пожелал урожайного года. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов и Олег Якимов. Республика. Новые детские сады, отремонтированные дороги и мосты Чбоксары вовсю готовятся ко Дню Республики и Дню Города. Этим летом распахнут в свои двери четыре детских сада. В микрорайонах Садовый и Новый Город уже на следующей неделе, а в Радужном и Ольгешево в августе. Места в садиках получат более 700 дешкалят. Сейчас набирается штат педагогов, формируются группы. Приятная новость для автомобилистов. Первая очередь Московского моста откроется в День Республики. Подарки ждут и пешеходов. Это новые тротуары. Сейчас работы идут только в центре Чбоксар. Мы с вами разговаривали о том, чтобы привести все-таки ремонт пешеходных дорог в районах города, на тротуарах, которые действительно разбиты. А к центру вернуться в 2019 году, к юбилею 550-летию, полностью отремонтировать и пешеходные дороги, и велозоны. Алексей Ладоков поручил главам районов составить новый план ремонта тротуаров. Где отдыхают чебоксарские ребята этим летом и какие их ждут сюрпризы? Об этом сегодня говорили в столичной администрации. Путсовки в оздоровительные лагеря города и республики за счет бюджета получат почти 6 тысяч детей. Другой вариант лагеря пришкольный. Отдохнуть в них можно в этом месяце, а еще и в августе. Набирают популярность смены на базе детских садов. Еще одно новшество этого года – коммерческие смены. Их будет 10. В эти смены входят посещение левобережного пляжа, парков города, спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые мероприятия, бассейны, гребли на лодках, экскурсии на радио и телевидении, встречи с известными людьми. То есть подготовлена достаточно интересная программа, поэтому родители и дети откликнулись. Отдыхаться заодно и учиться можно будет в детском технопарке «Кванториум». В течение лета там открыты различные направления. К сожалению, в минувшие выходные в Чебоксарах прошло сразу несколько ЧП. Из окон выпали трое детей. Один ребенок скончался от полученных травм, двое находятся в больнице. Ситуацию в интервью нашему телеканалу прокомментировала уполномоченная по правам ребенка в Чувашии Елена Сапаркина. Хочется отметить печальный факт, что двое из этих троих детей, которые пострадали в эти выходные, находились без присмотра родителей. Поэтому большая просьба к родителям. Будьте очень внимательны, берегите своих детей. Никогда не оставляйте их без присмотра в комнате, если у вас открыты окна. Если у вас дети умеют самостоятельно открывать окна, поставьте, пожалуйста, какие-либо защитные устройства, чтобы они этого не смогли сделать. Полное интервью Елены Сапаркиной смотрите на национальном телевидении Чувашии завтра в 8.45 утра. В Чебоксарах обсуждают новый герб. Старый не прошел проверку в Государственном геральдическом регистре. Эксперты не раз ссылались на несоответствие этого рисунка требованиям и нормативам. Однако герб авторства Элли Юрьева использовался с 1998 года. Сейчас из изображения планируют убрать название города, дату основания и хмель. Изменения коснутся и цветовой гаммы рисунка. Окончательное решение столичные депутаты примут на следующем заседании, которое пройдет 20 июня. Команда правительства Чувашии встретилась на льду со сборной администрации города Чебоксары. Товарищеский матч по хоккею, посвященный Дню России, прошел накануне вечером во дворце Чебоксары-арена. Команды играли на равных и до завершения матча нельзя было угадать исход встречи. Счет в игре открыл Алексей Кириллов, выступавший за команду администрации города. Но команда правительства республики не дала соперникам долго оставаться в лидерах. За две секунды до окончания первого периода после точных пасов Сергея Мартьянова и Олега Салтыкова первую шайбу в ворота команды администрации города забросил Михаил Игнатьев. Матч был товарищеский, но тем не менее команды сражались за победу до конца. И игра выдалась очень напряженной. Счет встречи 5-4 в пользу администрации города Чебоксары. Это все, о чем мы успели рассказать вам к этому часу. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова